Россия есть. Хорошо. Начинаем нашу следующую сессию. IT как инструмент управления закупками розничных покупателей. Первая группа у нас выступающих, она из мощной компании AllSan. Дмитрий, начинаем. Дмитрий Ханков-Махтамчуков. Интернет проражался. Я неправильно называю? Отлично, правильно. Мне удалось, повезло. Спасибо. Удобен этот микрофон? Раз-два. Слышно. Слышно мне тогда хорошо? Так лучше? Но отсутствие презентации у меня и внешний вид мой, это не какая-то специальная задумка и желание выделиться. Это лень. Я ленивый. Собственно, речь пойдет о лене и о том, как она влияет на нашу работу и как мы с ней боремся. Как мы это делаем техническими средствами. Я должен рассказать о взаимодействии интернет-магазина и рознице. Помогаем ли мы друг другу, мешаем ли мы друг другу и как мы вообще коммуницируем. И здесь, собственно, лень как помогает нам, так и мешает. Я расскажу пример, который дописывает, собственно, в чем лень конкретных людей выражается. Но мы хотим собирать некую информацию. Нам, как маркетологам, интересно понимать, клиенты, какие покупают у нас в интернет-магазине, откуда они к нам пришли. И был когда-то еще до меня в ERP-системе некий флажок, который помогал нам определить, этот клиент пришел из розницы, пришел он из телефонного звонка или просто через сайт оформил забирать. Естественно, никто не хотел в системе выбирать, потому что люди ленивы. Что мы сделали? Мы не разрешали закрывать сделку, если параметр, откуда пришел клиент, не был выбором. Мы считали, что мы решили проблему. И мы собирали какие-то данные. Но когда компания претерпевала изменения, и встал вопрос о том, закрывать ли тот магазин, в котором мы физически располагались, мне необходимо было... Я скажу сразу, что я только пришел на этот момент в компанию, и данные собирались до меня. Мне необходимо было оперировать теми данными, которые мы якобы собирали, и доказать, что эта торговая точка эффективна. То есть, что какую-то часть продаж, которую мы делаем, мы делаем через нее. И что вы думаете, я увидел. 99% продаж мы совершали по телефону. Я не знаю, если вы догадаетесь, почему. Это было первое в списке. Это было, блин, первое в списке. Люди – ленивые сволочи. Это самое главное. Теперь, как это влияет на наше взаимодействие с розницей, да? То есть, мы предполагаем, что все люди ведут себя так. Так ведут себя мои продавцы, так ведут себя продавцы в рознице. И нам, соответственно, риски, которые мы претерпеваем от этой лени, нужно минимизировать. Я долго работаю в интернет-магазинах, которые поддерживают офлайн-сети. Я работал в Украине в сети магазинов Foxfrot, это крупнейшая сеть. И там мы занимались, как это сейчас можно назвать, omni-channel, когда это еще не было мейнстримом. После этого я работал в сети научной LCR в моем, тоже в Украине, потом я работал в меломании коллег, жалко, не вижу, не дождались меня. И вот сейчас работаю в LCR, и все эти сети имеют офлайн, и у них есть интернет-магазины. И всегда, по мере моего личного эволюционирования, по мере того, как я расту, получаю жизненный опыт, мнение мое о том, как должны взаимодействовать розница и онлайн, немножко менялось. Основное, что не изменилось, это то, что базовое в этом взаимоотношении, в этих коммуникациях, это воля того человека, который руководит компанией. То есть, если есть понимание, как эти два канала коммуницируют на уровне человекопринимающего глобальные решения, то тогда все возможно. Если этого понимания нет, либо вес этой личности невелик, вы можете делать все, что угодно. Это обязательное и необходимое условие для того, чтобы все работало. Если нет воли, если нет воли менять процессы в компании, понимая, как эти два канала должны взаимодействовать, все, капец, можете биться головой об стену, все что угодно, но ничего не будет работать. Всегда найдется тех, кто будет саботировать. Я сейчас говорю о себе, как руководитель интернет-направления. Будут люди, которые будут со стороны розницы саботировать любые ваши порывы. Что изменилось в моем понимании того, как мы должны коммуницировать? То, что я сейчас, работая в Алсире, пытаюсь сделать, уже исходя из того опыта, который получил. Как показывает практика, нет конфликтов между розницей и онлайн. Вообще здесь есть люди, у которых есть онлайн и оффлайн? Раз, два. У вас все есть. Нет, у меня два бизнеса остыщая. Отлично. Ну, хотя бы трем людям. Трем я правильно прочитал, будет интересно. Всегда, если есть интернет-магазин, если есть оффлайн-розница, всегда между ними есть конфликт. Потому что, как ни крути, кто-то на ком-то паразитирует. Ну, в нашем случае, если проанализировать основной трафик, с которого мы получаем в продаже, это либо прямой трафик, либо трафик, который мы получаем из органики по запросам бренда Алсир. Соответственно, я понимаю, что на меня работает узнаваемость розницы. Это раз. Второе. 80% наших продаж – это пикап-ин-стор. Это когда люди забирают товар в магазине. Соответственно, я эксплуатирую розницу. И конкурирую с ними по цене еще, к тому же. И к тому же они еще готовят мои заказы. То есть я забираю у них клиентов, они готовят мои заказы, и я им не плачу денег. Они меня очень любят. Естественно, поскольку они меня не любят, они всячески стараются отфутболить моего клиента, послать его куда-то дальше, забрать его себе, если это возможно. В общем, сделать все так, чтобы у меня ничего не работало. И вот процент потерянных клиентов, тех, которые уже изъявили желание купить и по факту купили, процент составлял потерянных порядка 40. Можно там не тратить деньги на маркетинг, можно не тратить деньги ни на что, вот работая с этим 40% и офигенно можно изменить ситуацию. Так вот, какой был опыт у меня в разных компаниях? Ну, допустим, в сети Майо мы пошли, и сейчас они нам продолжают работать по такому принципу, что продавцы интернет-магазина, они получают деньги отдельно, продавцы розницы получают деньги за эти же продажи отдельно. То есть для них продажа товара клиенту, пришедшему из интернет, приносит такие же деньги, как продажа клиенту из оффлайна. И они их не разделяют, соответственно, относятся к ним так же, и все хорошо. Клиент у нас любит, все здорово. Единственная проблема в том, что, помимо трения, еще людьми движет жадность. Никто не хочет платить двойным бонусам. Вот. И теперь я подхожу к тому, что хочу сделать волсерий, у меня вот сейчас это все в процессе, и я уверен, что получится. И то, что я там, ну, на своем личном опыте, чем хочу поделиться, может быть кому-то, может быть этим трех людям будет полезно. Какая задача? Нам надо так, чтобы не платить денег больше никому, да? И при этом, чтобы клиенты интернет-магазин обслуживались так же качественно. Этими ленивыми и жадными солучами, которые работают в рознице. Счастливыми. 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 Ну да. Вот. Что можно сделать для этого? У меня в подчинении точно такие же сидят. И если я сейчас им перестану платить деньги за конкретные результаты, просто посажу их на фиксу какую-то, они гарантированно перестанут работать. Это проверялось неоднократно. Если этим буду платить мало, ну допустим, меньше, чем за обычных лентов, эти перестанут работать. Ну, тут все понятно. Какая задача? Необходимо сделать так, чтобы человеческого участия в обработке заказов интернет-магазина было ноль. И это сделать можно. Это требует, я так скажу, на бейках зусы. Немалых усилий. Немалых усилий, да. Это требует немалых усилий, но это реализуемо. То есть это требует задействия IT-инфраструктуры и так далее. Ну, в общем, это можно сделать. Что мы делаем сейчас? Сейчас мы пытаемся, чтобы все заказы, оформленные через интернет-магазин, обрабатывались абсолютно без человеческого участия. Что это значит? Заказ поступает в ERP-систему, товар автоматически резервируется. Если клиент хочет забрать его в точке самовывоза, то он резервируется в точке самовывоза, и клиенту ничего не надо знать. Не надо знать номер заказа, ждать звонка клиента. Это не сделано, я сейчас не хвастаюсь. Если вы побежите сейчас проверять, это еще не работает, но будет. Понятное дело, что этот процесс не короткий. Мы там уже ряд изменений сделали. Все дается достаточно сложно, но все работает. Так вот, клиенту не нужно знать никакого номера заказа. Он просто приезжает в магазин, называет номер своего сотого телефона, забирает товар по той цене, которую он видел в интернет-магазине. Ну и точно так же, если же он захотел доставку, должны автоматически запускаться процессы, при которых он этот товар получит себе на дом и не включится ни какой-нибудь Сергей Рошангуль, которым нужно будет из одной системы перенести данные в другую систему, позвонить на склад, позаботиться о том, чтобы водитель взял этот товар, чтобы кассир распечатывал эти документы. Я надеюсь, что это счастье у нас заработает достаточно скоро, потому что это единственный путь. У меня сразу высвобождается ресурс. У меня сейчас есть энное количество людей, которые заточены... Вот сейчас опять пример будет про жадность. Которые заточены на то, чтобы генерить продажи, якобы. Продажи. У нас три канала поступления продаж. Это заказы оформленные на сайте, это телефонные звонки и это чаты. Мы сейчас чаты включили и экспериментируем с этим. Понятное дело, что те заказы, которые поступили в корзину, то есть сотрудник получает бонусы от объема продаж. На корзину он не влияет никак. Это клиент, оформивший заказ самостоятельно и просто готовое бабло. И никто не хочет продавать по телефону. У меня бой стоит за то, кто будет обслуживать корзину. То есть они вот сознательно... Ну потому что по телефону, если общаться с человеком по телефону, то не факт, что он что-то заказывает. Им нужно это потратить в силе. А в это время падают заказы в корзину, которые ты просто принимаешь, переоформляешь в ERP-систему, получаешь бабло. Вот это я хочу полностью их от этого исключить и заставить их генерировать дополнительную прибыль, обрабатывая тех клиентов, которые по каким-то причинам не оставили заказ самостоятельно. А я вот этим тоже буду работать, чтобы большинство, максимальное количество клиентов оставили заказ самостоятельно. Я хочу тех дармоедов, которые сидят на телефоне, чтобы оставалось как можно меньше. Хорошо. И вы хотите этих сотрудников ваших, которые хотят зарабатывать деньги из корзины, перевести до увеличения количества обработки другого канала 6? Не это возможно. Почему? Потому что я, по сути, барыга-продавец, всю жизнь все продаю. Если я сажусь на телефон, конверсия с телефонных звонков у меня колеблется от 40 до 70 процентов. Там зависит от сезона, моего внутреннего состояния и так далее. Но не меньше 40. Средняя эффективность продавцов по моему магазину никогда не превышает 10 процентов. То есть понятно, где потенциал. То есть я просто... Но пока у них есть корзина, пока у них есть кормушка, которая им приносит гарантированное бабло, они никогда не будут конвертировать в телефонные звонки лучше. Никогда. Измените коэффициент бонуса. Можно и так. Подход понятен. Можно. Надо просто отслеживать. Но начнется другое. Они начнут выдергивать. Они начнут хит. Вот я вам точно скажу. Если это будут те же самые люди, которые будут обрабатывать и корзину, и телефонные звонки, они сделают следующее. Они в корзине заказ отменят. Ну можно включать еще какой-то показатель, который бы на отмена влияла на деньги. Но это все сложно. Проще просто сделать так, чтобы корзина их никогда не касалась. Это выгоднее с любой стороны как-нибудь. Не надо придумывать новую систему мотивации. Не надо их контролировать. Ничего. У них просто этой кормушки нет. Все. И клиентам так точно будет удобнее, им надо их только приучить. Мы их долго где-то... Я вам скажу, где-то месяца... Но опять же, клиенты привыкают гораздо быстрее, чем твоя розница. Мы ввели забор заказа не по номеру заказа, а по номеру телефона. И, наверное, месяца два или три я боролся со своими внутри. Которым было тупо лениво. Добивать розницу новой схеме поиска заказа не по номеру, а по телефону. Лениво говорить клиентам, что вам теперь не нужен номер заказа. Просто номер телефона назовите. А клиенты привыкли быстро. А вот эти ленивые, извините, свологи, два месяца они хотели, сопротивлялись новым как только могли. Они хорошие, и у них был бизнес-процесс. Идеальный бизнес-процесс в Казахстане выглядит как сон. Сделайте как боятся любви вашего отдела продажа. Нет, я просто к тому, что... Все хотят именно этого. Потому что все ленивые. Да я такой же. Я бы на рабочем месте лучше спал, чем что-то делать. Ну вот так вот. О чем я? На чем опять остановились? Вы остановились на том, что вы готовитесь эту систему запустить. Скажите, пожалуйста, какие следующие шаги? То есть как вы вот двигаетесь в запуске этой системы? Ну, собственно, сейчас что осталось? Сейчас тестируется схема доставки автоматическая, которая запускает все процессы при инициации заказа. То есть создается заказ, в котором точка выдачи одна, а точка забора товаров может быть несколько, либо же это может быть доставка. И вот мы сейчас тестируем, как это все работает автоматично. Потому что до текущего момента... Кстати, вот еще тоже такая ремарочка. Если вы, может, читали от Джанатона Свифта, у него есть путешествие в Лопутуру. У меня есть время еще там про Лейпутью? Про Лейпутью все знают, про Лопутуру никто не знает. Там были Клайпиньоли. Это такие люди, которые ходили за господами, у них на палке висел пузырь бычий, надутый. И вот они давали сигнал господину либо говорить как лопа его по губам, либо слушать по ушам, либо смотреть по глазам. Из этого господин помог свалиться в канаву и вообще ничего не делать. Так вот, люди то же самое. Сейчас они просят... Ну, допустим, раньше как у нас выглядел процесс отправки товара куда-то? Ты создаешь перемещение в учетной системе и, по идее, все должно заколоситься. По идее. Но ничего не колосится, пока ты не отправишь вот этот вот... Не хлопнешь кого надо кузырем по какому надо месту и не отправишь какое-то письмо. А после письма еще позвонишь. И попросишь очень вежливо сделать то, что ему надо сделать. Вот мы сейчас... Подойти. Ну и подойти это самое эффективное, если человек доступен. Что мы сейчас делаем, это пытаемся добиться того, но вот это надо ломать людей, да? А ломать людей через... Был такой слайд, где мотивация морковка и вилка. Вот через эту вилку надо ломать людей и заставлять их делать все автоматически. Вот это то, на чем мы сейчас работаем. Система уже готова, она уже... Система уже работает автоматически. Люди еще пока нет. Сейчас мы людей там за два-три месяца, как показывает практика, приблизительно такой срок мы уже приведем в чувство. И дальше, следующий этап, мы начнем импортировать заказы непосредственно из корзины в учетную систему и все должно взлететь. Я очень на это рассчитываю. А потом моя задача оптимизировать, то есть сокращать количество людей, которые звонят, и увеличивать количество людей, которые оставляют заказы самостоятельно, да? Их дополнительно мотивируя, работая над оптимизацией сайта и так далее. Но главная задача сократить количество дармоедов. Наша главная задача, мы ждем вас с этим же докладом ровно через год. Есть проблемка. Ну, я думаю, что если даже и не я, кто из моих коллекций идет и скажет, что помню, что я в итоге все делал правильно. Я уверен, что... Вот, я же говорю, разные были способы вот эти проблемы решать, но мне кажется, это самый эффективный. То есть, людского участия во всех процессах должно быть минимум. Если есть возможность заменить ручной выбор чего бы то ни было автоматическим процессом, меняйте. Пусть это сейчас будет стоить больше денег. Пусть вам придется написать какое-то сложное техническое задание или вынести мозг айтишникам. Делайте. Потому что там, где люди, включается пресловутый человеческий фактор. А вот с этой фигней работать сложнее всего. Отлично. Давайте, душе поднятие вам ваше зрение. У вас есть какие-то вопросы? Давайте, давайте попрошу ей. Вы знаете, у меня не вопрос, а такой комментарий. Мне очень близки в том числе ваши переживания. Но я чувствую, я сама через эти стадии прошла, что начинается все с какой-то мизантропии. Потом антропофобии. То есть, ненависть вообще к человеку как к явлению. А потом, знаете, что рождается? Самое страшное. Антропофагия. Это когда вы этих людей начинаете тут просто жрать. И, ну скажем так, вы можете по факту уничтожить. Вот, с таким подходом человеческим. Я понимаю, что наверно туда стоит сходить. Но мне кажется, это очень опасно. Я понимаю, о чем вы говорите. Прежде всего, ну не только для бизнеса, но и, может быть. Жанна, я его поддержу и защищу. Он очень любит, он очень добрый. У него имидж такой есть. На самом деле, там просто, чтобы понять, насколько я злой или не злой, стоит, наверное, спросить у моих подчиненных, как они ко мне относятся, когда что будет понятно. Для вас, я вам говорю, циничные вещи и жесткие. То, как я веду себя с людьми, это может быть немножко другая. Но, но, с точки зрения человеколюбия, все, что я говорю, неправильно. С точки зрения бизнеса, на мой взгляд, и основываясь на том опыте, через который я прошел, чем меньше твой бизнес зависит от человеческого фактора, тем лучше. То есть, можно работать в двух направлениях. Воспитывать людей, здесь, а не сегодня, иначе я, наверное, работал каким-нибудь учителем в школе. Или меняя процесс. Вот это моя тема. Спасибо. Алексей. Да, у меня еще вопрос по поводу доставки. То есть, мы так или иначе столкаемся с Васильевым. Получается это. Почему ты отвернулся? Ну, нормально. Если ты не магазировал, я не буду ругать. Значит, суть вопроса такая. То есть, мы максимально уходим от человеческого фактора, но при этом последнюю отдачу все равно должен сделать человек. Так вот, как Вы решаете вопрос доставщика? У нас тоже есть доставка, да? Потому что от выражения его лица зависит лояльность клиентов вообще просто. Купец как, да? Есть вещи, есть вещи, я понял, я понял. Пожалуйста, если Вы чуть-чуть больше подгадите, когда совсем нет человека, но Вы еще больше зависим от самого низшего человека. Я не даю, то есть, невозможно все отключить, да? Человек либо придет в магазин и столкнется с продавцом, у которого морда кирпича, либо к нему такой же морда кирпичный доставщик придет. Это не отменяет. То есть, нам необходимо работать с людьми. В принципе, сейчас, насколько я знаю, ну, доставку не я непосредственно контролирую, но я этих людей всех знаю. Вот тот контингент, который мы подобрали, ну, насколько я знаю, нареканий к нему, а мы стараемся это мониторить, может быть, до нас не все доходит, но нареканий к нему нет. Вот здесь есть один риск. Я сейчас быстренько закончу. Нас сейчас доливают компании, которые предлагают иметь услуги на аутсорс, да? Сейчас мы пользуемся собственными ресурсами. И вот тут, с одной точки зрения, аутсорс всегда предпочтительнее, да? Но мы боимся, то есть, что мы не будем контролировать этих людей. А кого наберут эти аутсорсеры, тоже большой вопрос. Наших мы хотя бы контролируем, постепенно воспитываем, они в тренингах по сервису могут участвовать и так далее. Мы не отменяем хорошее уличное лицо доставщика. Спасибо большое. Еще или вопросы? Давайте. Сколько пожелаем добавить в предыдущие совместители? Честно, я постоянно клиент Аутсорера, я постоянно захожу в Аутсор, и я вижу цену в прилавке, захожу, телефон честный, любой человек жадный, открываю в интернете, дешевле. Звоню, заказываю, и там же на кассе... И вас ненавидят? Нормально, даже отлично, честно. Просто попрошу, делайте изменения, да, но не испортите систему, честно. Я постоянно клиент, мне это удобно. Ему так нравится, удобно покупать дешевле. Тогда мы его похопаем, честно. Еще один вопрос. Немножко вопросы, немножко такой отзыв. Я не был, честно сказать, давним клиентом Аутсорера, но поскольку мы аутсорим всех компаний, которые продают оборудование в городе. И тут вот, да, я для себя нашел, что кое-что интересное на сайте Аутсорера, заказал. Но, хочу сказать, так как я юрлицо, ну, я ленивый тоже, мне было лень кликать в кардину, регистрироваться. Я просто позвонил, назвал ID, да, девушка мне выслала код товара, ой, не код товара, а счет на оплату. Как пожелание, это чтобы, допустим, счет на оплату для юрлиц генерился сразу с сайтом. Потому что я знал, представляю, что счет на оплату, что генерить, мне нужно будет полезно. Это было бы очень классно. Достаточно вести, если вы с нами работаете, достаточно будет вести BIM, и вы получите себе счет на почту. Это я сделаю сто процентов. BIM и все. Да, но я знал, что ее есть в базе Алсера, я сказал, да, найдите там такую оплату. А там чуть-чуть будет проще для тех, кто в базе, чуть сложнее для тех, кого нет в базе, но так или иначе я собираюсь это однозначно автоматизировать, потому что здесь, ну, доброго лица нигде не нужно. Да, ну, все окей, заказ сделали, девушка перезвонила, выслала счет на почту. Знаете, каждый раз, когда вы сейчас говорите, девушка перезвонила, я каждый раз этого и боюсь, она может перезвонить, может не перезвонить, может хорошо говорить, может плохо говорить, я хочу, чтобы такого не было, я не хочу от этого зависеть. А вот, ну, это я парирую Жанни, честно говоря. А обратную связь собираете, да? Собираете. Вот когда я купил, взял отчет на оплату, купил этот телевизор, а тебе привезли не тот, вот, пожалуйста. Позвоните сразу же по IP-теле. Не должно быть не тот. Было. А такое было. Не тот привезли? Мы сами приехали. Не тот забравили? Нет, того, кого не было, того, кого нужно было, не было. А. Нам пришлось проект отпустить. Слушайте, ну, я готов в этот случай отдельно рассмотреть, и потом начислить бонусы. Ну так вот, доставщики привезли, доставщики идеальны, все нормально, привезли, волнувались. Еще одна ремарочка, я быстро тоже скажу, по поводу вашей просьбы, да? Я за то, чтобы цены в онлайне и в оффлайне были одинаковыми. Ну, потому что в этом, собственно, и есть multi-channel. Должны отличаться условия, не должны отличаться цены. Но есть секретик один. Я не знаю, наверное, могу рассказать. А, я могу рассказать. Моржа у меня в интернет-магазине выше, чем в рознице. Поэтому я делаю, что хочу пока. Так что все будет хорошо для вас. Все хорошо. Спасибо большое. Спасибо еще раз. Спасибо. Спасибо. Спасибо.